Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами рассмотрим ведьму, которая будет качаться как оккультист, и наносить урон она будет с помощью умения Ледяной Шторм. На выходе билд получается довольно-таки мощным, и с его помощью можно фармить весь контент игры. Также это ЕС-сборочка, то есть для выживания мы будем использовать энергощит, и поверьте, выхиливаться мы будем очень-очень быстро, то есть это утонкованная сборка. Ну и в большей степени она годится для уничтожения соул-таргетов, то есть в основном боссов, потому что что касается карт, то зачистка здесь происходит не самым быстрым способом, но в то же время и неплохим. Автор этой сборочки некто Кельвин, и если что ссылку на статью на форуме я помещу в описании под роликом, так что если что, можете по ссылочке перейти и в письменном варианте с этим билдом ознакомиться. Там же если что, вы сможете увидеть ссылку как этот Кельвин убивает Убер Элдора этим билдом. Также мы получаем довольно-таки неплохое преимущество по защите, то есть мы иммунны к оглушению, к околождению, заморозке, это благодаря пассивке восхождения. Также благодаря нашей экипировке мы еще иммунитет получаем от поджога, ну а также шока. Кроме того, этот билд еще и хаос не берет, то есть одни плюсы, практически никаких минусов, только что вот я говорю, не совсем быстрая зачистка карты. А так, отличная сборочка, и если я вас заинтересовал, то давайте разберемся и с билдом, и с экипировкой. Поехали! Итак, дорогие друзья, первое, что вам пригодится, это такой двуручный посох, шепчущий лед. И благодаря этому посоху мы уже в дар получаем такое умение, как ледяной шторм первого уровня. Кроме того, этот посох повысит скорость от творения чар, а также будет повышать наш урон от чар за каждые 10 единиц интеллекта. То есть чем больше у нас интеллекта будет, естественно, тем больше урона от чара мы будем наносить. Также этот посох в процентном соотношении поднимает показатель интеллекта тоже. Если что, таких посохов можно использовать два. В основном в слоте оружия, а также во вторичном слоте оружия. Отличие будет заключаться лишь в том, что одна связочка будет работать чисто по боссам, а вторая связочка будет работать чисто по трэшу. Что касается покраски, то у них покраска одинаковая. То есть 4 синих, одно красное и одно зеленое гнездо. Так что, в принципе, как видите, что одного посоха, что второго посоха покраска одинаковая. То есть вы можете или же перекидывать все 6 камней, ну не все 6, а допустим 4 камня, или же просто сделать 2 посоха, что в принципе не проблема. Так что тут смотрите сами по себе. Или один посох, но меняйте камни, или же два и просто переключайтесь в слоты. Все. Из описания посоха мы понимаем, что чем выше будет показатель нашего интеллекта, тем больше мы будем наносить урона чара. Следовательно, наши показатели интеллекта мы задираем как можно, как можно выше. У меня составляет 1858 единиц. И это, дорогие друзья, со всеми предел. Можно поднимать и до 2000, можно поднимать, и некоторые игроки поднимают даже до 2500. Так что это, в принципе, не проблема, да поднять до 1800 единиц. Также постарайтесь добиться того момента, чтобы ваша сила была выше, чем ваша ловкость. Это нам надо для того, чтобы полноценно работал пояс оба гиганта. И вот вы видите, если наша сила больше, чем ловкость, то мы не можем быть подожжены. Кроме того, наш показатель интеллекта выше, чем показатель силы, а это значит, что на нас нельзя наложить шок. Также этот пояс поднимает в процентном соотношении наши характеристики, а значит сила, ловкость и интеллект тоже будут повышаться. Кроме того, также этот пояс и повышает наш урон, в зависимости от нашей наименьшей характеристики. Следующий, ну в принципе и последний уникальный предмет, который мы используем, это амулет Монстроментис. Он очень неплохо будет поднимать наши характеристики, а это значит, что наш показатель интеллекта тоже будет повышаться. Но все остальные приметы, которые мы на себе используем, они абсолютно все желтые Но вначале я остановлюсь на двух колечках Вот на одном колечке, а также на втором колечке Так вот, что касается нашей бижутерии, ищите такие кольца, которые будут поднимать ваш показатель энергощита Но также поднимать, если что, ваш улрез, а самое главное поднимать ваш интеллект Потому что чем выше интеллект, тем больше будет ваш урон, напоминаю Ну и заметьте, что сейчас я вам перечислял всю бижутерию То есть одно колечко, второе колечко, наш амулет, ну а также пояс И обратите внимание, что все эти приметы осквернены Оскверняются они для того, чтобы ловить на них после осквернения Такое свойство, которое в процентном соотношении поднимает наш показатель интеллекта Но как видите, здесь не получилось, может быть получится у вас А напоминаю, что чем больше интеллекта, то что? Да, тем больше мы урона будем наносить Так что если есть желание, то эти приметы можете осквернять А вдруг вам повезет Ну а что это за оставшиеся желтые приметы? Это естественно головной убор, дальше наши ботиночки Ну и третий примет, это наши перчатки И во всех предметах мы добираем все необходимое А именно наш интеллект, точнее повышаем наш интеллект И естественно повышаем наш уровень энергощита И если что, добираем наше сопротивление к 70 хим Для того, чтобы естественно тоже выживать То есть самое главное, еще раз повторюсь Это энергощит, сопротивление, ну и естественно интеллект Ну что ж, а теперь давайте разберемся с нашими связками И наша главная связка находится в одном из наших посохов И это можно так сказать семилинг Напоминаю, что уже в этом посохе зашито умение Ледяной Шторм И чтобы нам это умение Ледяной Шторм запустить Нам надо связка двух камней Хотя бы двух камней Это в нашем случае Зимняя Сфера Ну а также сотворение чары при поддержании Ну а для того, чтобы эта связочка из двух камней работала эффективнее Тут еще работает связка Вытягивание здоровья Для того, чтобы мы и Зимние Сферы себе восполняли здоровье А также Ледяной Штормом себе восполняли здоровье Ну а также много дополнительных средов Для того, чтобы себе увеличить урон от умения Ледяной Шторм Мы используем еще два дополнительных камушка Точнее, от дополнительных камушек Это контролируемое разрушение Ну а для того, чтобы повысить, увеличить зону поражения Мы используем расширенную область действия И именно эту связочку мы используем на прохождении карт То есть, не набитых с боссами То есть, эта связочка будет работать очень-очень хорошо Когда мы будем сражаться с боссами Мы или же меняем камни, или же переключаемся на второй посох И там находятся уже немножко другие камни Что касается линковки данного посоха, второго посоха То тут тоже можно залинковать всего четыре камня То есть, два синих, один зеленый и один красный И в принципе, будет достаточно Шестерлинг не обязательно делать Короче, камушки тут следующие Это наша Зимняя Сфера Далее, Сотворение Чар при поддержании Потом, Пронизывающий Холод Вытягивание Здоровья Далее, идет Концентрация Стихий Ну и последний камушек, это Средоточие То есть, эту связочку мы будем использовать уже непосредственно на боссе Ну или на какой-то сложной цели То есть, по одиночной цели Если нам нужен трэш То переключаемся на нашу основную связку И этой связкой мы уже работаем по трэшу Следующая связка располагается у нас в броне И это Пятилинг И задача этой связки Дебафать наших противников Камушки тут следующие Сотворение Чар при получении урона И этот камень запускает камень Шаровая Молния А уже Шаровая Молния запускает череду из камней Первый камень, это Ослепление То есть, мы будем Ослеплять противника Следующий камень, это Проклятие при попадании А Проклятие при попадании будет запускать камень Слабость Что тоже будет ослаблять наших противников Ну и последний обособленный камень Это Праведный Огонь Ваалд Для того, чтобы поднимать наш урон в итоге от Чар Следующая связка располагается у нас в ботинках И это Четырехлинг Камни тут следующие Сотворение Чар при получении урона Который будет запускать следующие два камня Первый, это Призыв Голема Хаоса А второй, это Призыв Бессмертию Для того, чтобы мы получали временный эмутит Физическому урону Чтоб этот баф работал немножко дольше Мы используем четвертый камень Это Продление Далее связка располагается у нас в Перчатках И это Четырехлинг Камушки тут следующие Это Огненный Рывок Ну а также Ускорение Сотворение Чар То есть, с помощью этой связочки Мы будем немножко быстрее перемещаться Также Огненный Рывок работает в дуэте С таким камнем, как Колдовской Выброс Ну и после каждого рывка Мы будем поднимать свой урон на Чар Последний, четвертый камень Это Морозная Бомба И с помощью этого скилла Мы будем резать сопротивление колоду У наших противников И если вы хотите, чтобы, допустим Баф, эффект Морозной Бомбы Или, допустим, Колдовского Выброса Работал дольше То такой камень, как Ускорение Сотворение Чар Вы можете поменять на Красный Камень Продление Только эти перчатки надо будет Немножко по-другому перекрасить Я думаю, это понятно Ну и последние камни Располагаются у меня в Головном Уборе И по сути, это 4 обособленных камня То есть, их вязать не обязательно Это Вестник Та Для того, чтобы бафать наш урон Наша дополнительная защита С помощью Северной Брони Раскатит Сутар Мы берем для того, чтобы получить укрепление То есть, подняв свою защиту Ну и последний камень Это Дисциплина Для того, чтобы повысить наш уровень Энергощита Что касается флаконов, дорогие друзья То тут, в принципе, все индивидуально Потому что для каждой задачи Мы можем использовать различные флаконы Но, допустим, для обычного фарма Среднестатистического Мы используем следующее Это Артутный флакон Далее Мудрый Дуб Потом Обещание Азири Дальше наш Северный флакон Ну и последний Это Базальтовый флакон По квасу с бандитами, дорогие друзья Мы убиваем всех разбойников Для того, чтобы получить 2 дополнительных очка Пассивных умений По пантеону сверху Мы выбираем Душу Солярис Ну а снизу мы берем Душу Тукахамы Ну и это все, что касается нашей экипировки А теперь давайте разберемся С нашим деревом пассивных навыков Изначально пассивки восхождения Итак, как только мы проходим наш первый лабиринт Мы нашу ведьму превращаем в акутиста И идем в сторону такой пассивки Как Нечестивый Страж После второго лабиринта Мы забираем Оплот Зла После третьего лабиринта Мы забираем Светоч Пустоты Ну и на последнем убер лабиринте Мы забираем Морозный След Ну вот такие вот были наши пассивки восхождения А теперь давайте разберемся С нашим основным деревом пассивных скиллов Если что, вот и оно И ссылка, как всегда, на это дерево Будет располагаться в описании под роликом Так что по ссылочке можете переходить И при необходимости с этим деревом Более подробнее ознакомливаться Теперь давайте разберем его главные аспекты Итак, первонаперво, что нас тут интересует Это то, что мы должны поднимать Свой Показатель Интеллекта Потому что чем выше этот Показатель Интеллекта будет Тем больше будет наш урон Но так же, как-никак, будет Высший Энергощит Потому что в этом билде Мы как раз таки выживаем с помощью нашего Энергощита И этот Показатель Интеллекта Мы будем поднимать с помощью этих вот Огромных, больших вот зон Этих кругов, потому что тут мы будем Или поднимать свой интеллект в прямую Или же этот интеллект конвертировать Допустим, или из силы, или же из ловкости Итак, получать интеллект и силы Мы будем с помощью таких самосветов Которые называются силовой подход И таких самосветов у нас два Один находится здесь И вот эту вот силу он будет переводить Как вы видите, в интеллект А второй самосвет находится у нас вот здесь И он тоже будет вот эту вот силу Переводить как раз в интеллект Следующие самосветы, которые нас интересуют Они называются изобретательность И они как раз таки тоже будут даровать нам дополнительный интеллект А также уже переводить ловкость в интеллект В радиусе, естественно То есть у нас таких вот, как видите Раз, два, три и четыре самоцвета То есть все эти показатели ловкости, которые у нас тут имеются Они будут переводиться в интеллект Следующий, третий тип самоцвета, который мы используем Это сила кротких Он у нас находится вот здесь И он как раз таки будет усиливать наши маленькие все ноды Которые находятся в этом радиусе Обратите внимание, что обычно маленький нод на интеллект Добавляет нам 10 единиц А под этим радиусом мы будем получать дополнительно 5 единиц кверху То есть сами судите, какая разница В этом геймплее мы будем выживать чисто за счет нашего энергощита Поэтому весь показатель интеллекта, который мы подняли Тоже будет увеличить нас показатель энергощита Кроме того, если что, дополнительно мы тоже можем брать ноды Которые повышают этот показатель Чтоб мы становились более жирнее Кроме того, нам надо еще и выхиливаться Поэтому мы будем использовать следующую связку Первое это пассивное умение Покититель душ Ну а второе это еще один самосвет Легендарный самосвет Это глаз хранителя Он кроме того, что поднимает наш показатель энергощита А также показатель маны Он еще будет даровать нам 25 единиц энергощита За каждого задетого противника Ну точнее не за каждого задетого противника А за каждый удар по противнику То есть сами посудите, это хилл неплохой И чтобы этот хил был более еще эффективный Мы используем еще такую пассивочку Как соглашение с вал Для того, чтобы мы могли хилиться еще быстрее Если вы обратили внимание То у нас имеется всего лишь один показатель здоровья Это стало возможным потому, что у нас имеется такая пассивочка Вверху, которая называется иммунитет хаосу В принципе она уже сама за себя говорит Также для повышения урона мы можем взять Вот тут вот пассивочки Ну а также стихийную перегрузку Что тоже неплохо бустанет наш урон целым Ну и в принципе это все Остается у нас только еще пару слотиков для самосветов И там мы можем использовать обычные желтые самосветы Любого типа, что бездны, что небездны Главное если что, поднимайте свой показатель интеллекта С помощью этих самиков А также если что, свой урон Ну и если вдруг вам чего-то не хватает Поднимайте еще и сопротивление ко всем стихиям Вот и все, что касается этого дерева Ну и если что, напоминаю, что ссылка на все это дерево Будет находиться в описании под роликом Так что переходите и ознакомливайтесь А теперь давайте я вам продемонстрирую этот геймплей На карте 16 тира Итак, что касается геймплея То как только мы попадаем на карту Мы используем по сути только два умения Первое это огненный рывок, скажем так Для того, чтобы перепрыгивать через преграды Ну или скажем так себя ускорить Если будем перемещаться ногами То естественно мы используем тутный флакон Для того, чтобы бегать еще быстрее Ну и как только в виде противников Мы выполняем всего лишь одно действие Это зажимаем ту клавишу Где у нас забито умение зимняя сфера И ее мы должны поддерживать Потому что как только мы будем поддерживать зимнюю сферу То тогда будет запускаться как раз таки наше умение То есть будет активироваться умение ледяной шторм И как раз таки вот этим скиллом мы будем наносить наш основной урон Когда мы будем убивать противников Будет накапливать заряды Такое умение как праведный огонь ваал И если вдруг перед нами будет находиться какой-то серьезный противник То мы возле него кидаем морозную бомбу Для того, чтобы у этого противника резаться противление к холду Запускаем праведный огонь ваал Для того, чтобы поднять свой урон чар Ну и опять таки продолжаем поддерживать наш умение зимняя сфера Потому что мы будем тогда атаковать, напоминаю, еще раз ледяным штормом Если так будет получаться Хотя маловероятно, что вы будете довольно-таки сильно отогревать То вы можете еще использовать расчетливый удар Потому что как только вы запустите этот скилл Вы будете запускать еще и укрепление А значит тоже будете получать меньше урона Что касается фласок, то тоже прожимайте по ситуации Чисто для того, чтобы бафнуть свой урон, а также защиту Но что касается битвы с боссом То естественно мы переключаемся на наш второй босс Самый идеальный босс для нас Это тот, который неподвижен, то есть статичен И что мы делаем? Естественно, подбегаем к нему вплотную И начинаем атаковать нашим умением ледяной шторм Поддерживая, конечно же, зимнюю сферу Кидаем под него нашу морозную бомбу Ну и запускаем, если мы настакивали Это умение праведный огонь в вал При этом раз 12 секунд атакую босса расчетливым ударом Чтобы запустить укрепление Ну а флаконы прожимайте по ситуации Вот, дорогие друзья, весь такой простой и незамысловатый билд Но, правда, хотел сказать О одном но Потому что я вначале сказал, что этот билд не имеет практически никаких минусов В этом билде есть минус И этот минус, наверное, довольно-таки огромный Дорогие друзья, если вы являетесь Обладателем железа, на котором Пой идет с трудом, то этот билд Вам просто не подойдет, потому что Если вы его соберете и попробуете атаковать Противника этим умением, даже не то, что Атаковать противника, а просто запустите Это умение в вашем ходауте У вас может железо стать колом Потому что анимация данная сборочка Выдает прям немаленькое количество Ну, в общем, если вам интересно протестировать Сборочку, запускайте Если вам интересно протестировать свое железо, опять-таки Запускайте Ну и напоминаю, что ссылка на первый источник Находится в описании под роликом Что вы думаете об этой сборочке Пишите в комментариях под роликом А я с вами прощаюсь Благодарю за внимание, за просмотр И желаю удачи Фармингейма Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео Желаю всем удачного фарма С вами был Яков, пока